итак рассмотрим как же получить и нн первый способ он долгий вам нужно будет физически отправиться в налоговую инспекцию в отделении и там подойти к стойке администратора взять три формы заявления которые вам надо заполнить найти информационную доску о том как их заполнять вот и приступить к заполнению либо на сайте скачать эти три заявления 001 002 и 003 для получения и нн и самостоятельно их заполнить по образцу которую который я привожу сейчас в видео далее с этими тремя образцами если вы первый раз получаете для вас и нн будет получение бесплатно если вы получаете повторную справку и нн она будет стоить 300 рублей то есть нужно будет заплатить пошлину вот подходите к стойке администрации с заполненными заявлениями берете талончик с этим талончиком идете в окно которое вас вызовут там сдаете все эти данные свои заявления и соответственно ждете пять суток через пять суток вам вынесут ответ вот ну и либо скажу что-то донести какие-то документы либо сразу же через пять суток выдадут и нн справку второй намного проще для регистрации на портале налог.ru нам понадобится почта любая подойдет лучше использовать mail.ru либо яндекс либо ну какую-нибудь русскую вот хотя в принципе без разницы для начала нужно будет зарегистрироваться на сайте налог.ру то есть для этого вам нужно будет вбить свои данные данные своей почты придумать пароль ну то есть зарегистрироваться просто вбить данные фамилии имя отчества вот если у вас уже есть и нн вам присвоен но вы хотите в первый раз получить справку либо там не первый раз уже вторую или третью справку вот то свой и нн на который вы хотите получить вы и пишите чтобы вам не выдали второй и нн это чревато для работодателя потом разными проблемами в общем для начала мы забиваем нашу почту вот и на почту вам придет подтверждение аккаута соглашаемся на обработку наших данных далее заполняем первое email подтверждение email то есть сразу вставляем тот адрес который мы регистрировали придумываем надежный пароль тут есть подсказки для этого и заполняем сведения о пользователе то есть о вас тут также можно будет при оформлении чуть далее заявление на и нн внести человека который будет забирать то есть доверенное лицо но в таком случае на него нужно будет сделать нотариально заверенную доверенность для того чтобы он забрал ваши документы чтобы ему отдали эту справку и нн но это уже будет другая история вот пишем отчество если она есть и пишем и нн если он имеется вот далее вводим капчу с картинки в данном случае и нн который написал я это вымышленный нн точно так же как и фамилия и он не прошел теперь нам надо будет подкорректировать пароль и удалить и нн пускай нам выдадут якобы новый вот убираем одну точку которую я оставил и все в принципе стираем и на и наш аккаунт готов для подтверждения вот нам выдали уведомление о том что нужно зайти в свою почту проверить ее и пройти по ссылке вот обычно упадет письмо в оповещение либо если у некоторых стоит жесткий фильтр то в нежелательную почту либо спам далее мы заходим на почту проверяем ее видим там ссылочку вот и активируем учетную запись желательно скопировать ссылку для активации учетной записи потому что через нее потом проходить будет намного быстрее попадать в суличный кабинет это упрощает вход на в кабинет на сайте налог.ру вот так выглядит эта ссылка которую нам нужно будет сейчас скопировать что мы в принципе делаем вот заходим в браузер который мы регистрировались вот и проверяем данную ссылку это уже второй способ который намного быстрее он быстрее тем что не нужно будет пять суток ждать ответа как при первом физическом способе то есть мы удаленно по интернету сейчас зарегистрируем нашу заявку заявку обработать в течение суток а не пяти вот и то есть на следующий день реально можете пойти уже и забрать как это сделал я пошел и забрал свою справку с и н н номером а дальше мы заходим в наш кабинет сохраняем пароль и нас сразу же выбрасывает в окно для того чтобы делать оформлять заявку на получение и н н н все ссылки будут в описании к видео то есть вы точно также сможете зайти по ссылкам пройти на сайт налог точка ру чтобы зарегистрироваться единственное что почта вам нужно будет своя и ссылка для авторизации в кабинете тоже будет своя каждому приходит своя вот уже у нас готовый образец вот мы делаем заявку заявление то есть мы вносим наши данные допустим иванов будет у нас фамилия имя иван отчество иванович указываем пол вымышленную дату рождения ну в своем случае вы естественно будете свою дату рождения ввивать место рождения и и н н если он у вас есть но в данном случае у нас нет мы хотим получить новый поэтому пропускаем эту графу выбираем страну лицо без гражданства либо выбираем гражданина и выбираем свою соответственно страну так все у нас здесь прошло место пребывания пишем опять же таки сейчас напишем вымышленное место пребывания но вы пишите то в которое у у вас стоит при регистрации либо в регистрации при регистрации я имею ввиду тот адрес если у вас там рвп или вж на котором который стоит у вас прописки дату регистрации когда вы осуществляли регистрацию в органе госуслуги она прямо в паспорте у вас будет записано и сразу же провешивается адрес который привязан к этому адресу которую вы убили можете выбрать совершенно любой ближе к работе ближе там куда вам нужно туда и пойти получить по месту там физического пребывания например если вы зарегистрированы в одном месте хотите получить справку в другом это все без проблем делается это все допустимо далее выбираем вид документа по которому вы получаете и н н серии номер документа своего соответственно в котором у вас но опять же это все вымышленные данные я сейчас пишу для примера код подразделения мы пропускаем так как он нам не нужен но если вы гражданин россии у вас будет код подразделения 77 какой-то скорее всего страну постоянного проживания пишем то же самое 104 украина далее переходим прежнее это если вы меняли фамилию то есть там если вы девушка выходили замуж то можете написать свои данные адрес электронной почты для связи с вами контактной и пишите если заявитель будет забирать то дальше ничего не заполняем если представить то данные представителя вносим те которые будут потом в доверенности совпадать для этого желательно сделать сразу доверенность и по ней уже потом оформлять заявку вся заявка на сайте занимает в районе 15 по 17 минут то есть полностью вся регистрация и ровно через сутки вы получаете ответ само получение справки ну максимум там минут 10-15 длится все зависит от очередей которые к администратору настройку стоят и потом в окошко где вам получать нужно будет дополнительные сведения вносите сюда если не есть у вас ну я сейчас внес тот же самый паспорт наименование органа выдавшего вам этот паспорт еще нужно дополнить орган видите тут подсказки работают на ура то есть заполнить без всяких проблем можно опять же пишем вымышленный орган все у нас проходит заявка номер нужно обязательно запомнить потому что с этим номером вам нужно будет обращаться на стойку регистрации желательно просто сделать скрин либо распечатать либо просто записать на бумажку сам номер вот вот и все заходите в личный кабинет физические лица вводите свои данные и вам пишет ошибку что же делать далее мы заходим через ту ссылку которая говорил которая нужна будет для активации вам напишет что уже активирован почтовый ящик и предложит на главную страницу переместиться тут будет продолжить ввод данных ввод данных или заполнить новую заявку вы нажимаете далее то есть ввод данных у вас подтвержден проверяете все свои данные еще раз если это необходимо ну лучше конечно же проверить далее отправка и внизу будет зарегистрировать заявку и направить ее в ИФНС на эту ссылочку нужно будет и нажать после этого ваша заявка уходит на обработку и начинается время тех суток которые идут на обработку данной заявки как видите все просто все элементарно не забудьте сохранить номер вашего обращения не забудьте сделать доверенность человеку который пойдет получать если вы пойдете получать сами то вам нужен будет паспорт ксерокопия паспорта вашего ну до свидания личности документа который вы предоставляли для оформления данной справки лучше заранее подготовить эти документы сделать ксерокопию запомнить вот этот номер и распечатайте если вы повторно идете получать справку распечатайте себе квитанцию сразу она будет на ваше имя идете оплачиваете и после этого нормально у вас уже проходит оплата в течение суток нормально можно прийти предоставить чеки об оплате квитанции все и забрать свою долгожданную справку с ИНН номером нет ничего сложного все зависит только от вас ожидает ответа вот здесь вот можно будет нажать на ожидание ответа и распечатать скачать заполненную квитанцию скачиваете ее распечатываете вырезаете и если у вас повторное обращение идете сразу заплачивать вот выглядит она следующим образом продемонстрирую вам вот вот такая вот штучка будет нижнее поле с объяснениями можно будет обрезать то есть составить именно саму квитанцию по qr-коду можно оплатить из личного кабинета там Сбербанка допустим ВТБ24 либо русский стандарт каким банком вы пользуетесь это без всяких проблем если вы им пользуетесь то удаленно вы сможете это все сделать и опять же скачать и сохранить в электронном виде Сбербанке можно во всех остальных приложениях оплаченную квитанцию либо распечатать на принтере если у вас есть такая возможность далее следующий наш шаг это спустя 24 часа пойти и получить свой ИНН для этого вам нужно будет уже физически прийти на то отделение которое вы выбрали по месту жительства допустим я выбирал либо там вы можете ближайшее к вашей работе к месту обитания прийти подойти к стойке администратора у стойки администратора получить электронный талон далее по электронной очереди вас вызовут в окно где вы покажите номер обращения заявки которая уже обработана дадите данные паспорта своей то есть даже ксерокопии достаточно будет ну единственное что нужно будет удостовериться либо человек который по доверенности пришел получать предоставляет ксерокопию вашего паспорта и свою доверенность со своим паспортом личность удостоверяют его и все ему выдают вашу справку вот написали что с такого то по такой то период вы можете прийти и получить свой ИНН и уже вы можете через сутки свободно идти и получать это вы ознакомились с сообщением все кому было полезно всем пока оставляем свои комментарии под видео пишем свои пожелания лайки дизлайки подписываемся на канал всем пока удачи удачи